Опустел наш любимый глаз, не слышно днём и шумника. Грустно стало ему без нас, без него стало грустно нам. На лице улыбка, а в глазах грусть. Выпускники 27-й школы готовятся к предстоящему празднику. 25 мая у них последний звонок. Последний звонок – это очень глобальное событие моей жизни, потому что столько лет в школе, и ты прощаешься. Это огромный промежуток моей жизни. Последний звонок для меня – это предварительная точка в окончании учебного процесса. Довольно важное событие. Готовимся к нему постоянно, и утром, и вечером, и днём. Надеюсь, с одноклассниками будем видеться чаще. Меня переполняет куча эмоций и радость, и печаль какая-то, то, что мы все уходим, прощаемся со школой. И всё-таки все уже стали такими, настолько родными. В этом году в Нижнекамске школу оканчивают более тысячи одиннадцатиклассников. Последний звонок прозвучит и для трёх тысяч девятиклассников. Сколько из них покинут школы, пока неизвестно. Для выпускников во всех школах города будут организованы торжественные линейки. Этого события с волнением ждут и учителя. Когда именно выпускаешь свой класс, это, наверное, очень грустные моменты. Грустные, и вроде думаешь, что не будешь плакать, не будешь расстраиваться. Но всё равно, когда видишь вот этих взрослых, красивых уже детей, и с ними прощаешься, всегда становится очень грустно. И откуда-то возникают слёзы. После торжественной линейки выпускники продолжат празднование последнего звонка. Кто-то этот день отметит в базе отдыха, а некоторые гуляния продолжат в городе. Однако допоздна гулять не получится. На следующий день девятиклассники снова сядут за парты. 26 мая они сдают итоговый экзамен по английскому. Первый ЕГЭ у 11-ти классников запланирован на 29 мая. Гульяник Матулина, Евгений Лозаев. Новости НТР. Субтитры создавал DimaTorzok